Всем огромный привет! Начинаю новый влог. Не обращайте внимания на то, что у меня на голове. Я только помыла голову, вообще еще ничего не делала, потому что я собираюсь на родительское собрание. В этот раз не у Тёмки, а у Вари. Да, Тёмик? Вот. Так что я сейчас накрашусь и, в принципе, уже нужно будет выходить. Варюшка пойдет на вокал, я пойду на собрание, Дениска скоро уедет на работу, Тёмик, снова адьёт. Посмотри, как там бардачила. Чего у тебя там? Да ладно. Я не знаю, что там лежит. Там бардак теряется. А еще сейчас кое-что очень интересное приедет Дениска, поехал забирать. Точнее, пошел вниз. Мне сейчас доставка пришла. Помните, я говорила, что оплачивала кое-что в другую страну. Вот. И это, наконец-то, кое-что пришло. И, наконец-то, движется уже к какому-то логическому завершению. Я, наконец-то, вам все обязательно расскажу. Если честно, дальше от меня вообще ничего не зависит. И я жду кое-что, что должно произойти. Только потом уже дальше снова я в бой. Ну, пока вообще ничего от меня не зависит. Вот этот, скажем так, заказ и будет лежать. Дениска, ты все привез? Пойдем смотреть. Вот он. Вот он. Огромный, огромный пакет. Здесь 16,5 килограмм. 16,5 килограмм. Ну, я не буду пока говорить. Вам скажу сейчас. Там закрыто чем. Там грязный пакет, Денис его не хочет заносить. Я так рада. Варюшка сегодня со школы вот такую красоту принесла. Она технологии сделала, да? Да. Ой, красиво. Молодец. Пятерку заслужила, да? А хочешь покажу, что я еще делала? Где? Вчера колечки какие-то маленькие. Так. Это у нас браслет. Вижу. Зеленый. Дальше. Вот. У тебя все ногти в пластилине. Жуть вообще. И буква В, и сердечки. Так. Дальше. Вот такой. О, вот это классное. Мне нравится. Вот. Угу. Варвара, да, там написано? Кстати, теперь завязываю, это я, узелки. Просто родители не хочу стать, когда они спят. Ну да, логично. Молодец. Да, ладно. Дениска решил все куртки перебрать, да? Молодец. Ничего себе у нас гора курток. Завидите, это все мое. Жуть какая. Варюха, что-то много, да? Да. Вскрыли мешок, достали все, что там есть. Я безумно довольна. Это именно то, что я и хотела, я такая рада вообще. Я так хочу вам рассказать, но просто сейчас от меня вообще ничего не зависит дальше. Я не могу двигаться вперед вообще. Я потом вам расскажу все, почему, почему так, почему долго. На самом деле, давно бы уже все получилось, но ничего сейчас в данный момент от меня не зависит. Сами видите, в каком моменте мы живем, к сожалению. Ну ладно, с этим чуть позже, и к этому мы еще обязательно с вами вернемся. И еще не раз я собралась, надела вот такую юбочку, водолазку. Вот. И сейчас уже собираемся на собрание, на второе. Скучно ходить по собраниям, потому что на самом деле рассказывают одно и то же. По сути, мне можно сходить на одно, на второе уже не ходить, потому что одно и то же они говорят, потому что темы собраний всегда одинаковые. Но в любом случае присутствовать надо. На мои собрания мама всегда ходила, как бы она не уставала после работы. Я знаю, что она всегда шла на собрания, никогда их не пропускала. И в любом случае я на них тоже хожу. Вот. Поэтому собираемся и идем. Доброе утро. Как у тебя погодка? Просто все в снегу у нас. Нравится снег? Да. Да? Довела варюшку погода просто отвратительная какая-то. Я думаю, слышно и по ветру, как сильно задувает. И по снегопаду, который просто бьет в лицо. Ой, варюшка пришла со школы и такую красоту принесла. Вы знаете, мне так нравится. Это вы на изо рисовали сегодня, да? Да, но завтра пришли праздник. Какой? Рассказывай. Для устарелых. День пожилых людей. Устарелых. Устарелых, варюшка. Ну это вообще, конечно. Нет, ну мне так нравится, варюня. Это точно нужно подарить бабе Вере, правда? Да. Да. Только тут она молодая, по-моему. Ну, ничего. Ну классно. Мне нравится, варюнь. Супер. Пятерку получила? Да. Да, получила. По фискультуре получила, по-английски. Нет, по фюзре ты не получала сегодня. По английскому получила, по изо получила. Английский, изо и родной русский язык. Да. Молодец. Три пятерки сейчас ухватила. И еще вчера три пятерки. Исправлять начала оценки. У Вари всегда так, в начале четверти, какую-то ерунду понахватает. Да? А потом... Бежим на художку. Опаздываем жутко. У Вари через минуту уже начало. А нам еще дойти нужно и переодеться. Да, малыш? Да. В общем, на самом деле, Денис обещал отвезти. В последний момент он включил заднюю, сказал, не повезу. Вот. И мы сейчас на перекладных с огромным, просто тяжеленным рюкзаком тащимся на художку. Я, в принципе, соглашалась на художественную школу. Изначально понимаю, что будет возить Денис, потому что у меня катастрофически нет на это вообще времени. А именно вот эта поездка занимает очень много времени. Вот. Ну, в общем, Денис вот так вот меня подставил. Пришлось ехать со мной, естественно. Потому что занятия не нужно пропускать. Да, малыш? Да. Все, бежим? Пропу. Все, добежали. Поднимаемся, Варюшка. Устала? Я тоже устала бежать. Все? Давай, малышка. Телефон дам. Да ладно тебе. Итого, опоздали на 4 минуты. Ну, в целом, нормально. Ничего страшного. Погодка. То дождь, то снег, то все вместе сразу, то ветер. Отвратительно. Пришла к маме. Ну, точнее, как к маме. Ее нет. Я здесь сижу. Денис вчера перевез моих бабушку и дедушкам с дачи. Вот они теперь будут тоже жить здесь. Ну, в принципе, как и обычно, они на лето переезжают на дачу. А потом, когда холодает, они возвращаются. Вообще, обычно они переезжают с дачи в начале октября. Но из-за того, что у нас такая отвратительная погода, холодрыга, ночью вообще минус. Вот. Поэтому Дениска перевез их вчера. Потому что действительно очень-очень холодно. На самом деле, уже скоро выдвигаться за Варей. Я вообще сегодня просто отвратительно выгляжу. Это ужас какой-то. Я не выспалась. Причем я легла рано и просто не смогла заснуть. Вот. Бывает такое. И где-то я заснула уже часа в четыре. А в семь уже вставать нужно было за Варей. Поэтому... Поэтому ужасно. Ну, что поделаешь. Завтра, кстати... Я думала, что завтра высплюсь. А поставили им вокал. И Тёмке, и Варе вместе. У них будет два часа вокала. Они готовятся к конкурсу. Ой, не конкурсу, к концерту. Концерт Дни Учителя 5 октября будет. И поставили завтра на 9 утра репетицию. На 9 утра. Вообще я ужасно не высыпаюсь. Потому что я спать очень люблю. И мой организм катастрофически не понимает, почему нужно просыпаться так рано. Вот за целый месяц я не привыкла пока вставать рано. Вот. Нет, как. Вот смотрите. Я... У меня будильник, допустим, на 7. И я просыпаюсь даже раньше будильника. И всё нормально. Я бодра. Ну, реально. Я встаю и хорошо себя чувствую. А потом в течение дня у меня такое всё. Я спать хочу. Под вечер так вообще очень сложно. А под вечер на самом деле больше всего дел появляется, которые нужно сделать по дому и так далее. Вот, допустим, сегодня я поехала варюшку провожать на художку. Получается, дома дела вообще не сделаны. Естественно, я их оставляю на вечер, когда дети ложатся спать. А Света начинает быть золушкой. Ну, как-то не знала, что Тёмкин велик у нас здесь теперь стоит. Мой брат пока на работе с июня месяца. Его здесь ещё и не было. Вот. Он работает сейчас в Китае, в Китае всё время, в Китае. Вот. Поэтому, да. Не знаю даже, когда он приедет. Но пока велик здесь. Серёга, извини. Потом куда-нибудь он, конечно же, уйдёт. Ну, а пока так. Я сегодня в костюмчике от Фаберлик. Вот. И сейчас мне пришла смс-ка, что заказ Фаберлика поступил. На пункт выдачи я как раз в соседний дом сейчас быстренько заберу. Заберу его и пойду за варюшкой. Потому что иначе опоздаю. Поэтому сейчас быстро-быстро выхожу. Посмотрим, что пришло. Потом обязательно вам покажу. Ого. А у меня брат посадил, сколько уже, несколько лет назад, косточку. Косточку авокадо. Вот. И смотрите, какой уже выросло. Огромное-огромное растение. Вот. Так. Интересно. Вот это я не знаю, что растёт. Что это такое? Не знаю. И вот такое ещё какое-то растение тут. Вот. В общем-то, смотрите, вот туда мне нужно. Там пункт выдачи Фаберлик. Сейчас быстренько зайду. И уже можно выдвигаться. Всё, забрала. Потом обязательно вам распаковочку покажем. Всё, идём домой. Смотрите, солнышко выглянуло. Наконец-то за последние несколько дней. Как дела на художке? Нормально, она уже сюда. А? Она уже сюда. Да, точно. Мы прошли сюда. Ой, как громко. Я даже... Да, я даже прошла дорожку, по которой идти. Ну что ж, решила примерить костюмчик. Это новинка от Фаберлик. Абсолютная новинка. Вот она только-только вышла. И я сразу заказала. Помните, я говорила, что у них несколько расцветок. Но я, естественно, заказала, потому что здесь Сибирь написано. Сибири. В общем, как-то так. Вот. Я живу в Сибири, поэтому заказала именно такой. Хотя цвет голубой мне понравился ещё тоже. Но он, по-моему, Урал. Вот. Но я заказала всё-таки Сибирь. Ну, нравится мне цвет. Он такой осенний. Мне нравится бордовый. В общем, толстовка. Толстовку можно носить и так. И с джинсами отдельно, например. У него спущенная линия плеча. Видите, да? Плотная ткань. Классная. В общем, классный. И брючки. Брючки, они такие вот широкие идут. Здесь кармашки. Вот. И вот такие вот брючки. Мне нравится. Я, в общем, очень довольна. На самом деле, костюмом. И сейчас обязательно с удовольствием его буду носить. Не знаю, как вам. Напишите. Но я лично прям очень довольна. Мне нравится, как он сидит. У нас, смотрите, кстати, какие тучи. Да. Погодка, конечно, оставляет желать лучшего. Ну, давайте сразу покажу, что ещё. Это вот такая вот расческа брашинг. Вот фиберлик. Она прям большая. Я всё-таки всё мечтаю. Чем же мне делать объём на голове? То есть, именно у корней. Как помните, я заказывала себе расческу фиберлик, такую электрическую. В общем, ну, что-то у меня с ней не сложилось. Я подумала, может, такой попробовать. Ну, не получится, но не получится. Что ж теперь. Вот. И взяла вот такую пудру. Она. Сейчас открою, покажу. Взяла пудру от фиберлик. Смотрите, какая симпатичная упаковочка. Вот. Она белая. Ну, как она белая? Она прозрачная. В последнее время я крашусь. Если и крашусь, ну, то есть, я не ношу там тысячу слоёв тональника, как я делала это раньше. Я раньше использовала Estee Lauder. Например, вот этот самый-самый плотный их тон. У меня такая, знаете, вот как блин на лице был. Я всё скрывала. Сейчас нет. Я делаю это максимально аккуратненько, чтобы это было всё максимально естественно. И вот именно пудрой в основном я пользуюсь прозрачной. То есть, она фиксирует, но при этом она не даёт ещё дополнительного слоя лицу. Вот. То есть, она не матирует. Ну, как? То есть, она... Да. Она ничего не скрывает. Она просто фиксирует, грубо говоря, макияж. Поэтому вот такая вот пудра. Вот. Видите? Она становится абсолютно прозрачной. Вот. Видите? И вот к чему я всё это. У меня вот пудра, и она заканчивается. Формаси. Мне как-то по рекламе присылали эту косметику. Кстати, вот эта пудра прям очень-очень-очень достойная. Поэтому вот у меня она заканчивается. Ну, как заканчивается? Просто фаберлик я взяла на потом. То есть, сразу, если она закончится, она в любом случае когда-то закончится, я буду использовать эту. Вот. На самом деле, это все. Весь заказ в фаберлике. Не так уж и много, но в любом случае, что есть, то есть. Все, она с тобой пойдет, да, на работу? Ну, она расплакала здесь и собирается, она плачет. Она плачет. Ну, потому что она хочет тоже обнимашки. Что-то у меня с телефоном было непонятно. Качество ужасное. Так она, смотри, она и не хочет выходить глазами. Она не хочет выходить. Мне на работу надо. Тебе на корм зарабатывать. А ты ты просто уже полный разлюбила. Пока-пока. И со мной потом. Давай я ей со мной. Почему ты мне пять даешь, а тварь и вот так? Я тоже хочу. Так? Раз, два, три, четыре, пять. Через телефон очень неудобно. Ладно, давай. Умирает собака. Варюшке на понедельник задали нарисовать открытку к дню пожилых людей. Правильно? Да. Варюха Барбоскиных смотрит. В общем, смотрите, какая у нее открытка классная получается. Покажи, Варю, не бери рук. Что-то у тебя фломастеры, да, плохо рисуют? У меня все уже плохо рисуют. Я хочу на Новый год попросить. Надо. А ты попробуй вот тоненьким. Тонком. Ну, этим. Нет, они уже такие. И тот, и тот. Надо что-то, Варю, сделать. Я хочу на Новый год попросить. Ну, понятно. Ладно. Ну, мультик, конечно, прикол. У Варюхи стул. Это вешалка. Сейчас вот развешиваю всю одежду. Варюха, чего не развешиваешь саму? Не знаешь? Так, ну, в общем-то, все. Разложила все вещи. Здесь у нее толстовки. Школьная форма. Здесь джинсы, футболки. Там летняя форма. Здесь домашняя одежда, трусы, носки. Здесь колготки. Там рюкзаки. Как-то так. Варюха сегодня в этих брюках ходила. В общем-то, гуашь, гуашь, гуашь. Это вообще наша больная тема. Единственное средство, которое более-менее помогает, это вот этот от Фаберлика. Спрей пятновыводитель. То есть, что мы делаем? Пшикаем. Я сначала пытаюсь холодной водой немножко отмыть. Потом, ну, то есть, видите, вот пятно. Попокуем. Потом вот так на 10 минут. И только потом стирку. По-другому эти пятна не отстирываются вообще. Вот гуашь, она какая-то вот эта ядреная прям. Жут, ты ее уходи, не трогай. Вот такой рисуночек получился. Нужно только сердечко обвести. И, наверное, с днем пожилых тоже обвести. Знаете, на самом деле, вот это самое идеальное, что можно было придумать. У Вари такой комбинезон. Вот так вот она приходит. Видите? Это в прошлый раз было на художке. В этот раз она в этих брюках пошла. Но если вот это все отстирывается очень легко, сами понимаете, почему это брюки. Вот без этой штуки не отстирываются вообще. Так что, да. Художка такая себе. Вещей сколько мы попортили, жуть. Так, Темка, ну что, давай покажем, как ты пишешь у нас. Темка сделала у нас прописи, да? Подожди, давай с самого начала все покажем, как ты вот пишешь. Давай, это какая буква? Рассказывай. А. Дальше у нас. Ну, подожди, быстро, что так листаешь? Так, дальше. И. Так, вот у меня, кстати, исправление лишь есть. Дальше. И. И. Дальше. У. Так. И вот здесь еще. У. Огромное спасибо, что провели эти два дня с нами. А, если честно, я уже хотела поставить влог на сохранение, на загрузку. Но. Поняла, что я с вами не попрощалась. Поэтому решила все-таки дозаписать и вставить эту часть. У меня на заднем плане снова постельное белье постиранное. Точнее, не постельное, а просто белье постиранное. Которое также будет снова копиться в огромную кучу. И потом я ее буду разбирать. Потом он вот так и будет лежать какое-то время. Ну, ладно. Я с вами уже попрощаюсь. Спасибо за просмотры, за ваши лайки и комментарии. За вашу, в принципе, обратную связь. Всех целую. Всех обнимаю. Увидимся с вами в следующем влоге. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok